Уважаемые слушатели, сегодня у нас с вами очередной выпуск передачи под общим названием «Эволюция сегодня». Дело в том, что на всей планете постоянно происходят всякие приятности, которые мне, как любителю экспериментальной эволюции гоминид, конечно, очень интересно наблюдать иногда и участвовать. Что же происходит? А происходит, как бы, с одной стороны, одни страны ведут подготовку к церебральному сортингу, ну, самых разных форм, мы имеем в виду США, Китай, Индию, нас, которые будут формировать собственные валютные зоны и в соответствии с договоренностями, внутри них заниматься собственным искусственным отбором и собственным церебральным сортингом. То есть, даже не понимая того, что они делают, они будут внутри себя устанавливать некие наборы приемов, отбора разных людей, ну и, скажем так, ценностные градиенты, по которым будут отбирать людей. То есть, это будут самостоятельные процессы, я этому очень рад, потому что чем больше многообразия, тем лучше, тем больше шансов у нас выжить в процессе биологической эволюции. Ну, а поскольку государства, страны и даже их объединения являются ничем иным, как достаточно безмозглым инструментом этих самых эволюционных процессов, остаётся только порадоваться полиморфизму, который будет возникать в процессе церебральной эволюции. Ну, это один вариант, а кое-где церебральный сортинг идёт во всём. То есть, в соответствии с теми книжками, которые от меня выходили, уже три издания, они как раз посвящены этим вопросам, где я подробно, подробно разбираю, как в истории человечества это происходило. И церебральный сортинг идёт во многих местах, ну, пожалуйста, на Украине, в том же самом Казахстане. Кстати говоря, насчёт Казахстана, насчёт Казахстана мне особенно обидно, потому что то, что там происходит, было ясно уже пять лет назад. И что делать в рамках той самой биологической эволюции, было мне довольно ясно. Я предпринял огромные усилия без всякого томографа и приводчих всяких безобразий, которых так боятся пацифисты и гуманисты, провести некий набор действий, который бы позволил избежать сегодняшнего массового душегубства. На всякий случай напоминаю, что когда Казахстан проявил самостийность, он много чего нехорошего сделал и с русским населением, и с немцами, и со всеми другими народностями, которые обитали там. Так что даже некоторое время в столице не было отопления, поскольку для того, чтобы крутить крантик отопительный, нужно иметь хотя бы полторы извилины. Таких не нашлось. Так вот, там как раз, в Казахстане, в Украине, происходит интенсивный очень церебральный сортинг. Вопрос, почему он происходит так кроваво, и в чем дело? То есть, ну, выбор сортинга – это на самом деле выбор населения. Почему? Потому что ведь всем, естественно, хочется помягче. Но, обращаю ваше внимание, помягче обычно происходит там, где у населения есть денежки. И помягче хочет тот, чтобы без хлопания вот так крылышек, как этим петушком, тот, у кого есть кому чего терять. А вот если терять нечего, то тут уже начинается отбор пожёстче. Почему? Да потому что, когда идёт жёсткий церебральный сортинг, всегда есть шанс, что как-то сложатся обстоятельства так, что очередная бедная несчастная обезьянка в силу разных случайных процессов получит те преимущества, которые переведёт её в разряд тех, кто не любит революции. И не любит жёсткого церебрального сортинга. Поэтому все и к этому и стремятся. Понятно достаточно. То есть, на самом деле, церебральный сортинг является закладкой того пути, по которому идёт сейчас практически искусственный отбор в разных странах. Ну, очень всё просто, объясню. Дело в том, что если в той или иной стране было пройдено много циклов церебрального сортинга, и уже там появилось очень много людей-людей, то есть гомо-сапиенсов-сапиенсов, они будут стараться вести себя по-человечески. А если-то этих циклов очень мало пройдено, ещё, так сказать, появляются многочисленные и реверсивные конструкции головного мозга, архаичного типа, то там, к сожалению, отбор будет пожёстче. И кровавость зависит от этого числа циклов. И, к сожалению, с этим сделать ничего нельзя. Хотя циклы смены конструкции головного мозга, то есть церебральный сортинг, и являются лимитирующим фактором. Ну, можно идти нормальным путём и ждать, пока эти самые циклы пройдут. Но придётся очень много положить населения. Вот, собственно, в Казахстане это сейчас происходит. А можно как-то избежать вот этого кровавого развития эволюционных процессов, чего, собственно говоря, и хотелось бы. Как это избежать? Избежать это довольно сложно. Почему? Потому что нужно проводить постоянный церебральный сортинг. И это забота как раз чутких руководителей, которые, если этого не происходит, то их очень быстро, как в ливийской джимахерии и прочих местах, хорошо известных, быстренько отправляют куда надо, то есть к предкам навстречу. Почему? Потому что ничего сделать невозможно. Вы или сами осознанно ведёте церебральный сортинг, то есть искусственный отбор, или за вас это делает биологическая эволюция. И тогда шансов, что вы попадёте под этот каток, очень много. Казахстан вам тому прямое доказательство. Потому что я ещё раз говорю, я пять лет назад предсказывал эту ситуацию, можно было провести церебральный сортинг соответствующий без всяких ужасов душегубства. и всю эту ситуацию стабилизировать на долгие-долгие годы. Но поскольку те, кто, как правило, принимает решение, они сами находятся на очень ранних этапах эволюции человечества. И убогость их интеллекта, к сожалению, не позволила это сделать. Поэтому мы имеем то, что имеем. Кому интересно подробности, почитайте книжки о церебральном сортинге. Но тем не менее, как избежать вот этого вот кровавых эволюционных процессов? Избежать можно. Ну, с одной стороны, можно то, что я многократно говорил, значит, повозиться с церебральным сортингом, то есть действительно сделать томограф, начинать отбирать людей. Психологические ужимки и прыжки или героическое наложение шапочек с электродом, боюсь, что здесь не поможет. Потому что этим идиотизмом, занимаясь уже без малого полвека, мы не получили никаких результатов. Денег потратили много. Я честно говорю, я завидую. Денег немерено. А результатов также тоже немерено, в том смысле, что их увидеть, не измерить невозможно. Ну, это такой психологический бизнес. Или физиологический, как сейчас любят говорить. Никакого отношения к реальности не имеет. Однако в рамках церебрального сортинга разработаны методы анализа индивидуальных особенностей человека без прямого сканирования. Есть такие фокусы в мозге, которые человек не может контролировать. То есть вы же ведь думаете, когда про себя, вам же ведь кажется, что если вы слов не произносите, молчите, то никто не догадается. Даже психолухи. Но они и так ничего не догадываются ни о чем. Поэтому можете спокойно думать вслух. А вот есть технологии, в том числе непосредственно я участвовал и разрабатывал, некоторые придумывал, которые позволяют оценить человеческие способности. То есть причем очень своеобразные, включая социальные. Для этого нужно проанализировать этих людей определенным образом, не обращая внимания на тот бред, который они несут. Ну, для того, чтобы угодить начальству, понравиться девушкам, заработать денег. В общем, как-нибудь обмануть окружающих, чтобы занять более высокий статус в нашем обезьяннике и получить побольше колбасы и самочек. Если это о мальчиках. А если про девочек, то, значит, соответственно, побольше мальчиков и колбаски. То есть, в общем, это одно и то же. Так вот, пользуются они мозгом так, что это снаружи незаметно. Но это можно выяснить. И технологии такие к сегодняшнему дню, в том числе и вашим покорным слугой, разработаны. То есть, можно выявлять, как людей, склонных к определенным занятиям, которые даже не понимают этого, так и тех, кто склонен к дурным поступкам, которые позволяют, так сказать, их идентифицировать. Если этого не делать, то получится, как в Казахстане. Ну, есть способы профилактики силовые, есть мягкие, разумные, связанные с церебральным сортингом. Поэтому выбирайте, что вам больше нравится. А так, к сожалению, если не заниматься фундаментальной наукой, а обратиться опять к этим шепелявым и кудрявым популяризаторам, они вам расскажут все, что угодно. Вопрос, как говорил бессмертный герой Нагиева, прапорщик Задов, вопрос, за сколько? Поэтому, уважаемые слушатели, читайте церебральный сортинг, там много чего написано, объясняется, как это все происходит. Быть может, вас наведет на какие-нибудь мысли. Вы расскажете своим дедушкам и папам, которые уже не в состоянии ничего ни читать, ни писать, но принимают очень важные государственные решения о том, что нужно делать. Конечно, придется потратиться. Задаром, как известно, ничего не происходит. Но при этом есть перспектива выкрутиться из очень некрасивых и достаточно бесперспективных ситуаций, которые складываются, ну вот, например, на наших глазах в Казахстане. Очень неприятно, что там гибнут люди, но, к сожалению, это на 99,9 в периоде это вина тех, кто этим всем руководит. Надо быть менее жадными, более умными, ну или хотя бы более честными самим к себе. Тогда не придется быстро прятаться или бежать за взлетающим самолетом. На этом, уважаемые слушатели, я вас поздравляю с наступившим праздником и желаю вам самого лучшего настроения и интересных наблюдений, хотя бы по телевизору. Пока! За эволюцией головного мозга, то бишь церебральным сортингом. На этом, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok